Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на нашем виноградном канале. В сегодняшнем видео мы с вами вновь затронем вопрос о хоровине. Дело в том, что вокруг этого ходит очень много различных мнений, различных толков. Сегодня я расскажу свое мнение. И мы рассмотрим первое, надо ли, какое и сколько. Первое, надо ли. Я уже говорила в одном из своих видео, что, конечно, если у нас хороший виноград, хорошо вызревший, набравший свой уровень сахара, то без нужды сахар сыпать абсолютно нет необходимости. Ну, бывает всякое. Бывает неудачный голод, виноград по разным причинам может не дозреть, могут быть различные катаклизмы, все мы зависим от погоды. И тогда, конечно, добавление сахара необходимо. Много мне писали в комментариях, что вы что, какой сахар, вы вообще о чем говорите. А был сахар 100 лет назад, был 200. Дело в том, что окунемся чуть-чуть в историю. Наша задача при постановке вина получить определенный уровень алкоголя. Если он ниже, то вино, оно будет легкое. Ну, как его называют, я забыла правильное слово. Неполноценное, короче. Так вот, в порядка 1800-х годах был придуман, не где-нибудь, а во Франции, такой процесс, как шаптализация, то есть добавление сахара в вино для улучшения качества вина. Дело в том, что было несколько таких неудачных лет, вино получалось не очень хорошим. И, по-моему, он химик был, при Наполеоне служил, вот он озаботился процессом улучшения качества вина. И именно тогда был придуман этот процесс. Добавляли тростниковый сахар. И на сегодняшний день шаптализация есть почти во всех регионах, где вообще развита виноделие. Единственное, что законодательно, она запрещена. В некоторых регионах, в Калифорнии, в Австралии, в Чили, там, собственно, и не надо, там такой климат. А во многих европейских странах она разрешена, более того, есть допуски. Так, например, для французских вин повышение за счет этого процесса. Уровень алкоголя на 2 градуса вполне допустим законодательно. А в более северных регионах разрешено повышать на 3,5 градуса спирта, а для красных вин на 4. То есть это не наша домашняя придумка, это делается во всем мире. Теперь вопрос, какой сахар. Опять же, касаясь темы и истории, добавляли какой сахар? Тростниковый. Тростниковый и свекловечный сахар, это, в принципе, по химической структуре одно и то же. Сейчас тоже во многих винодельческих кругах ведется спор, что нет, сахар обычный, то есть сахарозу добавлять ни в коем случае нельзя. Только декстроза, либо глюкоза. Декстроза – это коммерческое название глюкозы. Опять же, давайте немножко задумаемся. Конечно, каждый принимает это решение сам. У меня заботился вопрос, ну почему, что же там такого? Дело в том, что, во-первых, в самом винограде содержатся такие сахара, как глюкоза, фруктоза и в том числе сахароза, хоть и в небольших количествах, но она есть. Это раз. Во-вторых, что такое сахароза? Это глюкоза и фруктоза, то есть две молекулки, соединенные вместе. И вот эта молекула прекрасно расщепляется теми же дрожжами на две, глюкозу и фруктозу. То есть ничего страшного в сахарозе нет. То, что слышала мнение, ухудшает вкус. Ну, честно говоря, я не пробовала, поэтому утверждать не могу. Мое лишь логическое измышление, там всего лишь одна связь, которая разрывается, то есть побочных продуктов там нет. Поэтому за счет чего идет ухудшение вкуса, ну, я сказать не могу. Да, дрожжи затрачивают чуть больше энергии, потому что поступила одна молекулка, они ее съели, а тут поступило вот большой пирожок, и его надо раскусить на два. Вот это единственное, что я вижу. Ну, плюс, конечно, я думаю, что есть определенные коммерческие цели, ведь всем известно, что та же декстроза, она стоит дороже, чем обычный сахар, который, в принципе, можно купить в любом магазине. Но, повторюсь, я не пробовала и нет возможности сравнить реально вот вино с сахарозой, так и вино, в которое добавляли только глюкозу. Вот когда есть два стакана, их можно сравнить и действительно сделать выводу. Все остальное, ну, то есть это могут чьи-то быть субъективные мнения, может быть они оправданы, я не знаю. Я выражаю свое мнение и говорю о том, что, пожалуйста, хотите добавляйте более дорогой сахар, то есть декстрозу, либо там глюкозу, зависит от коммерческого названия, хотите добавляйте обычный сахар. Каждый это решение принимает сам. Ну, вопрос следующий, опять же, когда добавлять и сколько? Добавляем при недостатке сахара. И тут мы сталкиваемся с такой проблемой, как правильно рассчитать. Дело в том, что тоже мне в многих комментариях писали, почему вы используете не такой коэффициент. Я специально в видео приведу таблицу, которую пользуюсь я. Дело в том, что для расчета крепости есть несколько таблиц, и их значения несколько отличаются. Как правило, таблица, которая считает по рефрактометру, по БРИКСам, там идет коэффициент 0,6. Таблица по показаниям ориометра, я показывала этот прибор, там коэффициент, ну, грубо 0,5. Даже если мы сам прибор посмотрим, там двойная шкала, кстати, в рефрактометрах тоже есть двойная шкала в некоторых, которая показывает сахар, и тут же перевод в алкоголь. Так вот, на ориометре, в принципе, там видно, что это коэффициент 0,5. Ну, если посмотреть таблицу, я вам ее вставлю в видео. Значит, смотрите, здесь 25, сахар выбраживает в 13% спирта. То есть там чуть-чуть коэффициент этот повышается. Я пользуюсь именно этим коэффициентом. Можно использовать коэффициент 0,6. Какой из них правильный, я не знаю. Пересмотрела кучу материала, перечитала кучу всего. Вот есть разные таблицы, есть разные подсчеты. Все. Я в эти дебри не лезу, я для себя использую коэффициент 0,5. Вам говорю, что есть такой, есть такой. Вообще, правильный, правильный, самый правильный подсчет, сколько надо добавить сахара, он еще опирается и на кислотность. Я не буду касаться этих больших подробностей. Есть специальные калькуляторы. То есть кого тему интересует очень глубоко, вы можете поискать. То есть там все это рассчитывается с учетом многих параметров, не только того уровня сахара, который у нас был изначально. Тоже я в это не лезу. И вернемся к вопросу, сколько добавлять. То есть в идеале нам получить 11-12% спирта, градусов. Тоже я не буду сейчас вдаваться вот эти вот правильные названия, мы все понимаем, о чем идет речь. То есть для этого я считаю, что мне надо 22-24% сахара в изначальном сусле. Все, этого мне достаточно и от этого я делаю все расчеты. Опять же, какие могут быть расчеты? Есть сложный вариант, когда, то есть условно, если нам надо в литре вина, в литре сусла поднять на 1% сахаристость, то нам надо добавить туда 10 грамм сахара. Но вот эти 10 грамм сахара, то есть они же увеличивают и массу. То есть у нас уже будет не литр, а литр 10. И там идет такой более сложный расчет тоже. Я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Я для себя взяла более простую схему. Если мне надо поднять сахар на 1%, значит я добавляю 10 грамм на литр. Все. На 10% 100 грамм на литр. И в сильно глубокие расчеты я не лезу. Вам я расскажу, что вот, я для себя выбрала простой метод, есть более сложный. То есть тот же коэффициент 0,6 и расчет вот этот вот по массе. Ну, опять же, на малых количествах, то есть если там стоит 10 литров и рассчитывать все вот эти массы, наверное, не стоит. Когда большой объем, да, чем больше объем, тем вот эта вот погрешность, она будет больше. Тогда есть смысл действительно сесть и математически рассчитать. Когда объем небольшой, 10-20 литров, и повысить надо на чуть-чуть, то есть мне кажется, лучше пользоваться упрощенным расчетом. Но какую схему принимать вам, по каким коэффициентам считать биртуозность, смотрите сами. Я для себя приняла, что лучше я посчитаю в меньшую сторону, да, то есть применяя коэффициент 0,5, в любом случае я буду уверена, что мой итоговый продукт, набрал нужный спирт, но решать вам. То есть я рассказываю, что есть, а конечное решение принимайте вы. На этом я с вами прощаюсь, большое вам спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки в комментариях, пишите свое мнение и задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку «Еще», я вам оставлю полезную информацию, а также ссылку на мой сайт со всеми сортами винограда, который у меня растет, и мои контакты. Ну и, конечно, до новых встреч, пока! Пока!